За клубами дыма Читинской ТЭЦ-1 сложно разглядеть грядущие перемены, но они, скорее всего, произойдут. На днях компания РЖД, это один из собственников акций ТГК-14, подтвердила изданию «Коммерсант» свое намерение продать пакет ценных бумаг. РЖД владеет почти 40% акций, так что разговоры о смене собственников взбудоражили многих. Встал вопрос, зачем избавляться от таких активов. Как видно из ответа на запрос нашего канала – за ненадобностью. ОАО «РЖД» приобретала долю в ПАО ТГК-14 для перспективного энергообеспечения Восточного полигона и рассматривала на тот момент компанию в качестве резервного актива. В настоящее время партнеры РЖД – энергетические компании, полностью обеспечивают потребностью БАМа и Транссиба в электроэнергии. Кроме того, прогнозные объемы, связанные с дальнейшим развитием Восточного полигона, содержатся в инвестиционных программах данных компаний. В связи с этим ОАО «РЖД» рассматривает ПАО ТГК-14 в качестве непрофильного актива и готова общаться с потенциальными инвесторами и обсуждать вопрос его продажи. Объяснение логичное, однако независимые эксперты в официальную версию не особо верят. Вообще, в инвестиционной практике крупный инвестор всегда избавляется от нерентабельных активов, от невыгодных активов. Если появляется какая-либо информация о проблемах, о будущих проблемах, может быть, у компании испорчена репутация, может быть, она работает в условиях жестких ограничений, может быть, нет перспектив развития, либо, например, конфликт с властями, как, например, мы наблюдаем в нашем регионе. Что-то неладное наверняка есть в том активе, от которого избавляется. Того, что с активами происходит, что-то неладное топ-менеджеры ТГК-14 в принципе и не скрывают. Последняя экскурсия на Читинскую ТЭЦ-1, организованная специально для краевых депутатов, стала чем-то вроде показательного плача. Оборудование изношено, самый свежий бульдозер справил 30-летие. Объект жизнеобеспечения, ну, предельная степень износа, основного продумения, значит, отсутствие какой-либо производственной нормальной среды, значит, да, это настораживает. Как бы то ни было, наряд невесты на выдании ТГК-14 уже надела. Основной минус – молодая уже не молода, зато с богатым приданным. А значит, жених в любом случае найдется, и уже от его намерений будет зависеть многое. К примеру, новый владелец может поставить вопрос ребром, либо глобальный ремонт всего оборудования, либо аварии в отопительный период. А где ремонт, там, как известно, и рост тарифа. Риски, конечно, могут быть таковы, что сам крупный инвестор может просто поменять политику компании своим, скажем так, видением ситуации. Он может просто изменить структуру компании, он может изменить политику обновления основных фондов, он может кадровые принимать решения в свою угоду, он может тарифную политику, в частности, каким-то образом повлиять на нее. Я не думаю, что в наших условиях в текущие времена мы не можем говорить о понижении тарифов, потому что все равно все хотят зарабатывать деньги. Гадать, чем обернется смена собственника акции ТГК-14, главное, кто станет этим собственником, можно долго. В самой компании утверждают, что подход к выбору инвестора будет очень тщательный. Все-таки речь идет о социально ориентированном бизнесе, клиентами которого являются десятки тысяч забайкальцев. Но как будет не на словах, а на деле покажет время. От сватовства до свадьбы, говорят эксперты, может пройти не один год. Несмотря на то, что ТГК-14 является публичным акционерным обществом, то вот состав акционеров, их смены, точно так же, как и смены руководителей компании, генеральных директоров, это вещь чрезвычайно закрытая и практически не освещающаяся в средствах массовой информации. Это какие-то сделки на уровне олигархата, которые происходят. И общество очень мало знает об подоплеке этих сделок. Мария Машанова, Николай Шунков, Евгений Погорелый, Заптовое.